Вот фотографии моих трёх дядей, то есть сыновей моей бабушки Попова Евдокии Терентьевны. Но домой из них вернулся только один. Старший Николай. Получил контузию, но дошёл до Берлина. А вот у его младшего брата судьба оказалась трагичнее. На войну 18-летний Борис Попов отправился добровольцем. Он скрывал это от родных, поэтому так и не смог попрощаться с матерью. На фронте молодому бойцу пришлось не сладко, ведь у Бориса была гемерлопия, в народе куриная слепота. Через полмесяца у него эта слепота прошла, и вот он пишет. И вот приходилось слепому воевать, а сейчас и днём, и ночью не страшно. И я не подпущу к себе немцев, пока буду жив. Понимаете, вот какие слова, да? Борис Попов погиб в 1943 году, так и не увидев родных. В этом же году был убит и средний из братьев, Алексей. Ему было 25 лет. На память о братьях у семьи осталось всего лишь несколько фотографий до письма с фронта. Сейчас Татьяна Илютина с трудом понимает, как её бабушка пережила эту трагедию. Я говорю, пап, как ты это всё вынесла? Вот просто я была ещё тоже молоденькой, мне как-то этот вопрос, вы знаете, вот за сердце, потому что это близкие, родные люди. Она говорит, Таня, а как выдержала? Вся страна была в горе. Не у меня ведь её одной. В этой семье хранят память о многих фронтовиках. Например, внуки Татьяны Илютиной собрали материал о своей прабабушке с материнской стороны, которая ушла на фронт в 19 лет. Сейчас Марии Тужиковой 93 года. Она живёт в Воронежской области. Она сначала выучилась на шофёра, но потом её, когда отправили уже, не было машин, так что ей пришло переучиваться на зенитчицу. Каждый из них, скажем так, в батарее, в полку, скажем так, за работу зенитчика проводил два часа, потому что было очень сильное напряжение на глаза. Мария Ильинична участвовала в обороне Кавказа, награждена медалью за отвагу. Такая же на кителе, взятом из музея. Её правнучка Ксюша примеряет форму для школьного выступления ко Дню Победы. Она говорит, у её прабабушки сильный характер, поэтому она выдержала все тяготы войны и невзгоды послевоенного времени. Очень тяжело приходилось бабушке. Почему? Потому что нечего было кушать, был холод, нужно было всё время работать. В этой семье много фронтовиков. Сейчас их родные собирают фотографии. Они хотят присоединиться к акции «Бессмертный полк». Ведь это память, и она нужна не мёртвым, она нужна живым.